Здравствуйте, это Укрлайс в Белом Немире, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетьман. Мы очень рады, что с нами сегодня на связи прогнозист Владимир Стус. Владимир, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, Людмила. Владимир, знаете, давайте поговорим о теме, которую не любят, признаюсь честно, наши зрители, и как-то не очень смотрят интервью, которое с этим связано, признаюсь честно. Они любят, они тему ядерного оружия и все, что с этим связано. Ну, во-первых, потому что, честно говоря, тема-то неприятная. Использовать ядерное оружие – это всем понятно плохо, а не использовать, так что про него говорить, да. Ну, в общем, когда такая тема, она достаточно зависшая, да. Но, тем не менее, если покопаться, то на самом деле тема интересная. Потому что ведь долгие годы казалось, что никакой такой большой войны, по большому счету, быть не может, потому что есть оружие сдерживания. И вообще-то кто-то мог сказать, что используем. Ну, вынесем за скобки карибский кризис, он тоже многим, многих многому научил. Вот, но тем не менее. И вдруг, когда началась вот эта вот большая война, которую Путин развязал в 22-м году, то разговоры о применении ядерного оружия, ну, по крайней мере, тактического, вдруг стали какими-то такими отчасти обыденными, да. С одной стороны, Путин угрожает, вот я как там могу ее применить. С другой стороны, там, во всем мире говорит, а вдруг применит, вот. А кто-то говорит, а у нас у самих есть ядерное оружие. В результате возникает такая ситуация, когда вдруг о ядерном оружии начинают говорить с точки зрения какого-то применения. И в этом смысле тогда возникает, знаете, такое ощущение, а не пора ли переосмыслить вообще роль ядерного оружия, да, в нашем современном глобальном мире? Насколько оно является сдерживающим фактором? Или, может быть, оно уже перестает быть сдерживающим? А что тогда будет сдерживающим, да? Ну, в общем, давайте поговорим об этой совсем непопулярной теме. Да, тем более, что после... Многие, я думаю, после нашей беседы, послушав ее, не перестанут считать, что это нехорошая тема, что перестанут бояться этой темы. Сейчас изменим представление людей о ядерном оружии. Еще до начала широкомасштабной агрессии я опубликовал вывод о том, что ядерное оружие имеет неопределенную вероятность срабатывания. Это что такое? Это значит, что никто не проектировал, что боеголовки будут храниться так долго. Они не рассчитаны. Никто не в состоянии их испытать. То есть проверить. Они говорят, мы проводим компьютерное моделирование, мы проводим все испытания до паз взрыва. А ни одного взрыва что-то не было. Дальше. Изготовить новую боеголовку невозможно. Почему? Нет плутония. Плутонию изготовить невозможно, нет реактора. То есть в ближайшие 10 лет никто новую боеголовку не изготовит. Но мы не знаем эту вероятность срабатывания. Может быть, это будет 80 из 100. А может быть, это будет 400. Почему? Потому что иконы на всех уровнях. На инженерном уровне, на физическом уровне, на химическом уровне. Кстати, химический уровень вообще меньше всего исследован. Плутония и оружейный плутония. Это не мое название, как мне сказали. Ну, ты даешь, мужик. В комментах написали. К оружейный плутония. Это используемый термин. Устоявшийся термин. Оружейный плутоний является химически активным веществом. А его химические свойства особо не исследовали, потому что это оружейный плутоний. Для других вещей он не применялся. И не применяется. Человеческий фактор. Людей нет. Технологии потеряны. Тут для того, чтобы солдатно тренировать. Те, кто будет применять, персонал нужно не одно испытание. Факторов много. Но мы не знаем вероятность. Но мы точно знаем, что эта вероятность с каждым годом снижается. То есть надежность срабатывания ядерной боеголовки с каждым годом уменьшается. С каждым годом его хранение, начиная с 91-го года. А сейчас во всю боеголовки 70-х, 80-х годов они же сокращали не от хорошей жизни. где-то там это понимают. Но люди же умнейшие. Нельзя сказать, что они не понимают. И тут мы переходим к ядерным испытаниям в Москве. Но это же анекдот. Помню швондер. Это же позор какой-то. Это же позор какой-то. Россия вышла из договора ядерного оружия об запрещении испытаний ядерного оружия в ноябре прошлого года. Сейчас у нас за окном май. Они вышли и ни одного испытания не провели. Но это же позор какой-то. Для нормального проведения испытаний нужен ядерный полигон. Понятно, что все по-латински их никто не пустит. А новая земля там нет ничего. То есть там они даже шахту нормальную там сделать не могут. Потому что какая-либо инфраструктура там отсутствует. Дохозяйнувалась. Когда мы говорим, что украинская власть дохозяйнувалась, так вот там. А там дохозяйнувалась не меньше. В Москве. А теоретически можно взорвать где-нибудь образно говоря во глубине субирских руд. Все понимают, что его испытание сложно имитировать и сложно скрыть. То есть один сейсмограф стоит на Аляске, другой в Норвегии, третий в Турции. Они объединены. И все теоретически в Могарфе должны показать характерный рисунок ядерного взрыва. И тогда определяется, где он находится. То есть сказать путинская пропаганда не может сказать, что мы провели успешно ядерное и подтвердили его. Не получится. лапшу на уши всему миру навешать. в этих условиях место проведения ядерного испытания, на которое они оказались неспособными. По непонятным причинам. А ведь понимаете, тут же как, это же важнейшая цель разведки. Не надо быть большим начальником от разведки. Я не скажу сейчас большую тайну, но для разведки это критически важное значение имеет. Если москвиты говорят, что вышли из договора, если они готовят ядерное испытание, то очень важно знать, с какой попытки они взорвут. С 8-й или с 50-й. Вот. В этих условиях они ядерного испытания как не было, так и нет. И они начинают играть бурную имитацию. Они делают все. Все, кроме ядерного взрыва. Ну, а кого они этим пугают? Муляж вместо боеголовки поставят на Искандера и запустят? Ну, и кого? Это же дети в детском саду испугаются этого, если ядерного взрыва не будет. И, кстати, а почему они играются с Искандером? Почему это все действо с целью прикрытия позора делается Искандером, на ваш взгляд, Людмила? А это прямой намек Германии. Вообще, Искандер делался вот это его модернизация с расстоянием в 500 километров, дальностью действия в 500 километров. Это же прямой намек Германии. это расстояние от временно оккупированной Калининградской области до Берлина. Я не знал никогда в жизни. Под это готовился Искандер. Сейчас это самые ядерные испытания делаются именно под Искандер. Это такой прозрачный намек Германии. Поэтому когда Шольц где-то тормозит, где-то осторожничает, его можно понять. Это в отношении ядерного оружия и ядерного испытания. Ну, а теперь взгляд на то же самое с другой точки зрения, с цивилизационной. На мой взгляд, ядерное оружие становится культом карго современным. Давайте выясним, что такое вообще карго-культ. Карго-культ мало его мало знает. люди, а те, кто знает, они знают искаженно, потому что философы и прочие его хорошо исказили. Культ карго возник на Соломоновых островах во время битвы за Соломоновые острова. Они у нас тоже мало знают, но образно говоря, это была битва не за Соломоновые острова, а эта битва была за Австралию. Так вот. там были американцы и американцы использовали местных, привлекали их, всячески их поощряли. там же на Соломоновых островах местные спасли будущего президента США Джона Кеннеди, который воевал добровольцем, пошел воевать на флот и был командиром торпедного катера. Он в это место столкнулся с японским эсминцем, потом они плыли, доплыли до какого-то необитаемого острова, сидели там боясь высовываться и не зная ни ничего, без воды, без еды сидели, мимо проплывали на каное местные и они нарисовали на кокосовом орехе послание и местные передали. И там была база и война закончилась, американцы ушли и местные вдруг начали строить из лозы деревянные модели самолетов и поклоняться им. Так вот философы неправильно поняли, неправильно понимают. Местные поклонялись не моделям самолетов, не карга само по себе. Культ карга это был модифицированный культ предков, естественный для той среды. Ну, нормально поклонение предкам. Логика была какая. добрые предки посылают supply, то есть посылают снабжение с помощью этих самолетов. Мы сейчас построим свои самолеты, не то, что эти белые пришедшие и ушедшие. У нас будут свои самолеты и с помощью тех самолетов, которых мы своим целым племенем построим, наши предки будут присылать и нам снабжение такое хорошее. То есть культ карга это культ предков, а не то, что о нем говорят философы. И почему сейчас это культ карга? Потому, что идет примитивизация. Примитивизация эпохи смуты. Мы скатываемся смуту, мы идем по направлению туда, к тикарям. Мы не можем полететь на Луну. Кстати, у вас мы записывали мой прогноз, что не полетят на Луну. Уже, по-моему, четвертый раз отложили программу. Отложили программу высадки на Луну. Мы не можем построить новую Умрию. Ну, ту, которую разрушили. Мы не можем построить новые сверхзвуковые пассажирские лайнеры. Они были. Конкорз Ту-144 были. Новую построить можем? Не можем. И не пытаемся. Так, проекты по бизнес же там есть, а нормальные пассажирские лайнеры, мы много, что уже не можем. Мы этого имеете в виду не только же Украина. Да, это цивилизация в целом. И так возник культ. Культ добрых предков. Наши добрые предки, говорят российские пропагандисты, сделали нам чудо оружие, которое поможет нашему великому корчему, не побоюсь. великому корчему, вот видите, вы лучше меня подбирайте литературные выражения, а победить всех врагов. Мы сейчас, когда станем, Кучкину мать, а Кучкину мать, это ж супер бомба, вы вспомнили Карибский кризис, это ж тех времен. Мы как достанем, да как покажем, да нас все убоятся, и мы всех победим. Ну, как они говорят, ядерная страна не может проиграть наши добрые предки. Ну, это же в чистом виде культ Карга, культ предков. Это примитивизация времен смот. А теперь я готов ответить на ваши вопросы. Итак, смотрите, я не утверждаю, что ядерное оружие не сработает. Я говорю, что у него вероятность срабатывания неопределенная, но она снижается. И эту вероятность реально никто не знает. Все эти компьютерные испытания, они не верифицированы реальностью. В нашей реальности никто не знает, что там будет на самом деле. Воспроизвести мы не можем. Построить новую боеголовку мы не можем. Вообще на Земле не могут. А реакторов плутония к счастью не осталось. Воспроизвести вот то, что на Луну полететь не можем, построить новую Мрию не можем, построить новые сверховуговые пассажирские лайнеры не можем. И в этом же ряду создать новую термоядерную боеголовку мы тоже не можем. счастье. Владимир, тут, наверное, один такой большой вопрос. Если все происходит так, как вы говорите, это все превращается в каргокульт, то, по большому счету, рано или поздно, если это переходит в раздел каргокульта, то должно появиться что-то, что тоже будет таким, если хотите, элементом сдерживания для всего мира. Или теперь этого уже не будет, потому что, когда будет пройдена эта эпоха ядерного оружия, то тогда, по большому счету, все поймут, что поймут, даже не знаю, честно говоря. На мой взгляд, этого элемента сдерживания не будет. И тут же нужно понимать, что ядерное оружие не было уникальным. Что было до этого? Берем ядерное оружие, это орудие модерна, фазы научного, технологического и культурного развития. Берем, смотрим предыдущую аналогичную фазу и смотрим, а какое там было ядерное оружие, а какое там было это чудо оружие. Это крепостная полевая артиллерия, осадная артиллерия, которая выносила стены городов. Стены городов стали не... То есть крепости, вдруг, которые строили веками, которые были жутко затратные, они вдруг стали никому не нужны, потому что они выносились осадной артиллерии. То, что было неуязвимо, стало очень уязвимо. Да. Соответственно, после этого осадная артиллерия никуда не делась, ее доля уменьшилась, но она перестала быть такой ультимативной. Осадная артиллерия перестала... А потом появились новые крепости, крепости вот эти, типа розетки, типа которые, собственно, крепости бастиона, многогранные, такие красивые, при видах, с видом сверху. То есть, это все было, каждый раз, во время каждого модерна возникает это ультимативное оружие, которое все выносит. А модерн заканчивается каждый раз, и каждый раз это оружие пропадает. Мы это видели тогда, мы это видим сейчас. В данном случае, ну, это хорошо. Мне чем меньше будет вероятность срабатывания ядерного оружия, тем лучше считать. Должно быть, что-то хорошее в моде. Вот оно, что-то хорошее. Ну, и тогда последний вопрос. Вот сейчас вы очень хорошую фразу сказали, что страна, которая обладает ядерным оружием, иногда считает себя неуязвимой. Понятно, что мы помним прецеденты в Вьетнамской войны и так далее, когда это еще не гарантия. Но, тем не менее, вот если наступит такой момент, когда станет понятно, что ядерное оружие не будет использовано, или этот момент не наступит, вот насколько, как долго может продолжаться вот эта манипуляция использованием ядерного оружия? Потому что мы же понимаем, да, ситуация на фронте может разворачиваться как угодно, да, она может быть просто серьезное какое-то продвижение Украины, и это будет какой-то победоносный, в этот момент Путин достает ядерную дубинку и говорит, а вот теперь все остановились, потому что я там все это взорву, да, и тогда возникает вопрос, что вообще со всем этим делать, вот в какой, и с другой стороны мы же видим, как Запад опасается, серьезно опасается, что Путин может совершить такой шаг, в какой момент вот это перестанет быть, ну, если хотите, таким последний довод королев, что он называется. Мы вчера записывали видео по Китаю, и станции на применение ядерного оружия решают уже не Путин, это уже решает Си. Я очень хорошо это помню, да? Да, до этого Си говорил, что недопустимо применение ядерного оружия. Ну, а какие проблемы Си решит применение ядерного оружия? Да, никакие. Это возникнет огромные проблемы. Итак, антикитайская коалиция формируется достаточно быстрыми темпами, а будет она формироваться еще быстрее. То есть, никакие проблемы Си это не решает. А запустят не эту бомбу. А вдруг она не взорвется? Зато взорвутся те, которые в ответ. Боеголовка это. А вдруг она не взорвется? И тогда что? То есть, пока все последний долг королей перестал работать. Во всяком случае, замахнуться дубинкой можно, а вот то, что попадешь в дубинкой или нет, неизвестно. Они могут сколько угодно говорить, но это не верифицировано и не проверено. И с каждым годом вероятность того, что попадешь этой дубинкой все меньше и меньше. Владимир, спасибо огромное. Спасибо. Тема-то такая неожиданная, но спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Владимир Штуц был сегодня с нами на связи, за что мы страшно благодарны. Конечно, признательный вам, наши спонсоры на платформе Patreon и на YouTube. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok